Возможности реализации материнского капитала обсудили в Ненецком округе. В ходе заседания постоянной комиссии собрания депутатов под руководством вице-спикера Татьяны Бадьян. Заинтересованные жители региона обсудили перспективы реализации материнского капитала, а также принятые региональные законы о мерах соцподдержки семей с детьми. Размер регионального материнского капитала в Ненецком округе является одним из самых больших по стране и составляет 366 356 рублей. Ранее выступая на заседании постоянного комитета по социальной политике в Калининграде, Татьяна Бадьян предложила расширить направление использования федерального материнского капитала. Например, на приобретение легкового семейного автомобиля, оздоровление детей, получение высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе за пределами Российской Федерации, детьми, а родителями, усыновителями. Вот ответственное отношение к детям, оно показывает уровень развития нашего общества. Если вот подобные круглые столы, комиссии, встречи будут проходить как чаще, это только мы не просто вот на бумаге, не просто декларировать будем. Мы на практике будем как раз заниматься тем, чем мы должны и громко любим говорить. Все для вас, для детей, все ради жизни на земле. По словам начальника управления социальной защиты Светланы Каневой, необходимо пересмотреть приоритетное направление целевого расходования средств материнского капитала, ведь некоторые из них малоактуальны, другие совсем не востребованы. Мнение департамента, конечно, будут предложения, мы все обсчитаем, при формировании на этот год уже отдельные статки приостановлены, все это знают, будем рассчитывать бюджет 2019 года, если будут какие-то предложения, мы все обсчитаем, обсчитаем, обсудим, вынесено обсуждение у нас при департаменте рабочая группа с клубом многодетных семей, работает на постоянной основе, естественно, мы с ними будем все это обсуждать. По мнению участников регионального клуба многодетных родителей, семья необходимо рассмотреть возможность введения ежегодной выплаты из средств материнского капитала по таким направлениям, как компенсация расходов на коммунальные платежи, санаторно-курортное лечение, приобретение дорогостоящих лекарств, газификация, водоотведение. Использование средств материнского капитала на приобретение автомобиля, приобретение строительства гаража, возмещение расходов на приобретение товаров длительного пользования, а также проанализировать подзаконный акт на предмет упрощения механизмов получения обозначенных мер социальной поддержки. Все предложения и замечания, внесенные участниками комиссии относительно расходования средств материнского капитала, будут обсуждаться еще не раз. Для того, чтобы достичь успеха, нужно прежде всего найти понимание. Поэтому в преддверии проведения данной комиссии у нас проходили рабочие встречи, прежде всего, с руководителем департамента соцзащиты и здравоохранения Турас Веридовым Сергеем Анатольевичем. Я уже говорила, что на встрече в рамках парламентской недели депутатов СРЮ, это было в понедельник, 23 апреля, данная тематика была озвучена, и никто из них резко не высказался против. Самые популярные предложения будут детально рассмотрены на предмет реализации, и, возможно, перечень условий расходования регионального материнского капитала вскоре расширится.